Максим Багаев, IT-эксперт нашей программы. Сегодня вместе с ним будем говорить на тему беспроводных наушников. Кстати, тоже может быть хорошим подарком под Новый год. Доброе утро! Доброе утро! Ну что же, все ли беспроводные наушники, которые вставляются в наши уши, не имея проводов, хороши на рынке? Нет. Отлично, спасибо! Это и нормально, но не может быть все прям хорошо, да? Тогда поговорим о средних и лучших. Ну, с моей точки зрения, то есть есть просто вещи, которые произошли за год, которые как бы поменялись в беспроводных наушниках, на которые теперь стоит обращать внимание и которые реально влияют на то, как мы потом их будем использовать. То есть первый момент, то есть у нас всегда, мы там смотрим, там есть наушники Bluetooth, есть проводные, там и так далее. Так вот, у Bluetooth есть различные версии стандарта, то есть если там 2 года назад это было, например, наушники 4.0, 4.1, потом 5.0, теперь как бы наушники идут 5.2. Так вот, вот эта вот цифра, то есть Bluetooth 5.2, она означает очень простую вещь. С точки зрения энергоэффективности, наушники стали примерно на треть, на 40% более эффективными. То есть если год, полтора назад недорогие наушники, которые покупались, например, там за 2000 рублей, то есть они играли 2,5-3 часа, то есть это считалось нормальным, то сейчас это примерно там 5, 6, 7 часов. То есть это очень серьезный. Не изменился аккумулятор, просто поменялся технология Bluetooth. Bluetooth, он стал более энергоэффективным, то есть и за счет этого, да, за счет этого мы получили достаточно серьезный выигрыш. Есть некоторые люди говорят, слушайте, мы там прочитали у производителя, что он там, эти наушники там работают 7 часов, я включаю, реально не работают там 3 часа. Мы говорим, подождите. Тише надо слушать. Абсолютно верно. Кстати, многие люди этого не знают. То есть разница во времени проигрывания на 50% громкости и на 100% громкости ровно в 2 раза. То есть всегда производитель указывает, что это вообще касается всех, как бы всех, то есть там Jabra, Apple, Xiaomi, Redmi, Samsung, Huawei, без разницы. JBL. JBL, да. То есть 50% с выключенным шумоподавлением. То есть вот эти две вещи, то есть громкость и включенный режим активного шумоподавления, когда наушники слушают окружающий шум и удаляют его из наших ушей, как бы это все снижает время автономной работы. Тем не менее, Bluetooth 5.2 это то, на что стоит обратить внимание сразу же, когда вы выбираете наушники в 2021 году. А сейчас не все 5.2 идут? Нет. Новые? Нет. Они все равно новые выпускают и делают? Нет, конечно, абсолютно верно. То есть вот это такая вещь, которая массово заходит в недорогие модели последние 2 месяца, 2-3 месяца. То есть они сейчас все под 5.2. Ну, выходит новый чип, он поддерживает новый стандарт, его начинают делать на его базе новые наушники. Все, поехали. Второй момент. То есть очень серьезная разница, даже если мы выбираем наушники одной ценовой категории, то есть, ну, если мы говорим про самые недорогие, то производители понимают, что придется как бы чем-то поступаться. То есть они идут на все лайфхаки, которые позволяют улучшить качество, то есть при сохранении цены. То есть вот наушники, которые стоят, например, около 2000 рублей. Вот это реально стоит примерно 2000 рублей. Абсолютно верно, да. Так вот, эти наушники, например, это всегда будут внутриканальные вкладыши. То есть в чем, как бы, в чем секрет? Вот такой форм-фактор, когда наушники целиком и полностью, ну, помещаются в наше ухо, да, то есть они находятся снаружи. Простите, пожалуйста. Будьте здоровы. Да, они позволяют, во-первых, улучшить качество, ну, улучшить силу, ну, то есть более басовитыми сделать. Да, за счет вакуумного эффекта абсолютно. Да, они называют это более мясистый. Мясистый бас. Мясистый бас, да. Все внешние шумы и усиливается бас. То есть наушники даже за небольшие деньги начинают стоить чуть больше. Вы выигрываете с точки зрения музыки. Вы выигрываете с точки зрения защищенности от шума, если вы ездите, там, в транспорте, летаете в самолете. Вам необходимо сосредоточиться, то есть, например, поучиться, либо поработать. То есть вот наушники, вот вкладыши за, там, 2000 рублей. То есть это, как бы, такой идеальный вариант. Качество звучания, как бы вам так сказать, если ты ставишь наушники, запускаешь свою любимую музыку, говоришь, блин, играют хорошо, как бы. Если начинаешь слушать одновременно несколько, посмотреть, сравнивать, например, с хорошими проводными наушниками, лучше этого не делать. То есть это просто, это как... Это расстройство. Расстройство, потом трудно развидеть. Расслышать. Расслышать. Вот эти уже не с этими, как-то амбушюр, с амбушюрами, нет? Вот эти вот не требуют амбушюра. Амбушюры всегда три комплекта амбушюр разного размера, под разные уши, идут, как бы, к наушникам, которые являются внутриканальными вкладочами. То есть вот такие наушники, то есть это полуоткрытые, то есть мы говорим AirPods-like, да, ну, потому что, как бы, сразу же видно. То есть, в принципе, как бы, с кого это все срисовали? По палочкам. Ну, это срисовано с Apple-овских наушников, то есть это 100%. Вот такие наушники, они являются более универсальным с точки зрения, если вы их берете для работы. То есть вы, например, работаете, то есть у вас есть постоянно действующий какой-то музыкальный фон, и вы слышите то, что происходит вокруг. Это хорошо подходит, если вы, например, занимаетесь спортом, катаетесь на велосипеде. То есть вот эти все варианты, то есть когда у нас вот такие наушники, у них нет шумоподавления, то есть, но вы отлично слышите, что кругом. То есть по качеству звучания эти наушники, несмотря на то, что они стоят дороже, они самые плохие из всех здесь присутствующих. То есть вот такой вариант, слышите хорошо, играет плохо. То есть это вот так. Максим, а микрофон, если говорим про работу, то телефонные разговоры, там, не знаю. Во-первых, меняется их количество. То есть если наушниках недорогих, то есть микрофон обычно один, то есть за там около 3000 рублей, то есть микрофонов два, то есть второй выделенный микрофон разговорный уже позволяет достаточно неплохо отсекать. И внешний шум, и как бы усиливать голос. Слышно более-менее. То есть как только вы видите, что у наушников, у беспроводных указано три микрофона, из которых два как бы, ну, два музыкальных, один как бы, ну, один специально выделенный голосовой, то есть у нас сразу же качество разговора через гарнитуру повышается кардинально. То есть вы слышите, и нет вот этого эффекта, как будто бы человек говорит в бочку. То есть поэтому Bluetooth 5.2, выберите форм-фактор. Третий момент. Обратите внимание, что если вам требуется хороший микрофон, то есть чтобы это была трехмикрофонная как бы комбинация, да, то есть и дальше как бы есть уже поддержка технологии шумоподавления. То есть у нас примерно от цены около 5000 рублей появляются наушники, которые поддерживают активное шумоподавление. Летите в самолете. Мне очень нравится Ан-24, я летаю на L410. То есть я могу сразу же сказать, что наушники с шумоподавлением иногда очень сильно помогают. То есть вы просто включаетесь... Смело-мало, Ан-24. Нет, слушайте, Ан-24 один из самых надежных самолетов, но он самый шумный вообще, то есть его просто не с чем сравнить. То есть он самый шумный из всего, что сейчас летает. У этих есть шумоподавление? У этих есть активное шумоподавление, то есть понять, есть активное шумоподавление или нет. То есть в настройках всегда появляется возможность выбрать прозрачный режим или режим активного шумоподавления. То есть вы держите наушники 2 секунды, начинаете слышать то, что происходит вокруг. Еще раз нажимаете 2 секунды, то есть не слышите вообще, что происходит. Сколько эти стоят? 5 тысяч рублей. То есть от 5 тысяч рублей уже можно с шумоподавлением. Да, да. То есть если мы говорим о наушниках, таких как Jabra, таких как SoundNable, таких как Sennheiser, Sony, Apple, то наушники с активным шумоподавлением, они начинаются примерно от 18 тысяч рублей. От 18? От 18 идет где-то к 27 тысячам. Сейчас муки-то совершенно другие. Да, так вот, если мы говорим про наушники самые популярные, то есть недорогие, например, Redmi, то есть они стоят 5 тысяч рублей. То есть вот такой вот. То есть с моей точки зрения, то есть вот у этой модели, когда есть активное шумоподавление, есть 3 микрофона, Bluetooth 5.2, это все то, что требуется. Единственное, мы всегда, когда смотрим на дизайн китайцев, мы говорим, непонятно, будет нравиться, то есть россиянам или нет. Вот наушники, они даже в чехле выглядят, словно это кольцо, которое дарится молодым человеком. Ставь на колено. Да, ставь на колено. Так вот, вот эти вот блестящие, я звоню своим товарищам в Новокузнецк, слушай, говорю, у вас самые-самые суровые сибирские мужики, скажи, как они относятся к наушникам, которые выглядят как блестящие, как бы, как блестящий ушах. И говорит, Макс, не переживай, всем очень сильно нравится, то есть отлично все заходит. А что, шапочку натянул, и не видно наушники. Слушай, во-первых, да, и они говорят, что вот эти внутриканальные наушники, они очень хорошо переносят мороз. То есть, если, например, в минус 40 выходишь с наушником, который, как бы, который традиционный, да, вот такой, как Apple-овский, они быстро разряжаются. Батареи находятся вот в этой вот штанге. А те, которые являются внутриканальными, то есть они хорошо сохраняют тепло, то есть им вообще плевать, то есть в минус 40, в ноль, абсолютно правильно ты говоришь. Выбор сибиряков. Выбор сибиряков. Желаю вам удачных покупок, да, чтобы вы выбрали то, что нужно вам. Единственный, как мне кажется, минус в таких наушниках, это невозможность, как правило, их протестировать, да, сделать тест-драйв в магазине. Ну, потому что это все-таки такая индивидуальная вещь, правда? Мы раз в год просто проводим такое большое тестирование наушников, то есть и прям делаем как бы очень такое большое, очень большое... Спасибо, что хотя бы раз в год, Макс. Это меняет ситуацию. Удачных вам покупок именно в разделе беспроводные наушники. Максим Багаев, IT-эксперт нашей программы, был на сегодня.